здравствуйте меня зовут виктория козлова я основатель и директор компании завод сферических конструкций и мы уже пять лет производим сферические модули по торговым именованием зск сфера сейчас мы с вами проведем обзор и рум-тур по купольному модулю диаметром 8 метров 50 метров квадратных площадью заходим наш купол дверь мы в наших сооружениях рекомендуем ставить металлическую в данном примере она алюминиевая преимуществом таких дверей является то что их можно покрасить также в любой цвет под ваш дизайн в данном примере она с улицы покрашена в цвет тента на тент светло-бежевые а изнутри покрашена в цвет близкий к декору еще одной маленькой фишечкой данной двери является то что она имеет необычное сооружение это форточка и и как традиционное окно можно открыть летом очень удобно в том числе зимой поставить на проветривание и также есть москитная сетка чтобы насекомые летом во внутрь не попадали так вся электрика как мы с вами ранее говорили спрятана на все провода спрятаны то на самой двери выведены выключатели которые отвечают за вентиляцию непосредственно встроенную скупа при точно вытяжную и с помощью этих клавиш она включается 1 2 можете даже услышать этот момент момент включения и уличное освещение тоже здесь вы видите можно включить если вы заходите вдруг ночью куда-то выйти ну и также выключить как только вы зашли в купол вы попали в зону прихожей в нашем варианте она исполнена видео двух пуфиков чтобы было удобно переодевать обувь и вот такой тоже перекатной вешалке но никто не запрещает здесь также например спроектировать и поставить шкаф для одежды для удобства зона прихожей здесь довольно большая комфортная и как в любой прихожей мы советуем предусмотреть наличие зеркала чтобы можно было посмотреться в полный рост но и при этом она также визуально расширяет пространство и также в этой зоне как и в квартирах сразу ты можешь прихожей попасть в санузлы на стойке санузла сделан выключатель света подсветки в зоне прихожей и непосредственно сами выключатели для каждого санузла санузел так называемый гостевой там один унитаз с раковиной для рук а здесь уже полноценные зона с душем вообще все коммуникации все трубы электрика проводка в основном спрятаны в стенах сан модуля в том числе и например проводка под кондиционерах все трубы если обратить внимание на бойлера то вот он такой плоской формы чтобы лаконично вписался в пространство на 80 литров и все коммуникации спрятана в стенах и вот есть такой специальный ключок для доступа к точкам подвода подключения непосредственно здесь расположена зона душевой раковина с тумбой зеркало с подсветкой есть полотенцесушитель он в данном исполнении электрический как и везде обязательно наличие вентиляции вытяжки но в данном случае она идет с потолка и уходит в пол далее мы перемещаемся из зоны прихожей по часовой стрелке и попадаем в так называемую зону мини кухни так данный вариант он является гостевым то здесь сделана малая часть которая может быть реализована имеется в мини холодильник микроволновка электрический чайник и посуда для приема гостей также здесь в данном варианте так как нет шкафов и нет зоны приготовления то на стене размещен мини телевизор и как раз напротив можно комфортно разместиться на гостевом диване который тоже раскладывается и превращается как я говорила в полноценное спальное место для двоих человек и логично что из зоны мини кухни мы попадаем в обеденную зону в данном варианте здесь можно комфортно разместиться вполне семье из шести человек также для уюта как и во многих домах над обеденной зоны здесь предусмотрена потрясающая дизайнерская люстра которая также позволяет быть смонтирована на наш каркас и далее мы из обеденной зоны перемещаемся в основную зону как в любом доме это спальная зона здесь комфортно размещается широкая двухместная кровать напротив как раз огромного панорамного окна что важно нужно предусмотреть именно с каждой стороны это розетки мы живем современном обществе люди пользуются гаджетами которым необходимы зарядка также здесь расположены выключатели то есть здесь два уровня света у каждого места то есть есть светильник и еще потолочный точечный светильник это все придает уют особенно вечернее время когда вы можете поиграться разными источниками света также планировка позволяет предусмотреть небольшую чайную зону где также можно с комфортом расположиться за чашечкой кофе либо прочтением книги в удобном кресле наблюдая прекрасный пейзаж через окно особенностью именно сферические конструкции является то что форма панорамного окна она не традиционная то есть она сложная по форме и по углам поэтому является довольно сложной технической задачей сшить шторы на такое сложное по форме окно так как мы занимаемся производством уже пять лет знаем всю геометрию у нас есть все лекала мы нашим заказчикам как раз комплекте предлагаем шторы для таких сложных окон так как в данном варианте окно трехъярусные и высота окна большая то для штор мы здесь предусмотрели специальную дугу ограничитель которая позволяет не съедать пространство то есть если бы этой дуги не было то что рыбы висели отвесно и вот заканчиваясь примерно вот здесь а так за счет этой дуги они потом прижимают к окну и пространство остается многом что расшиты из блэкаута напоминаю что материал который не пропускает солнечные лучи и особенно это важно летом подобраны по цвету как раз в тон основного декора купола это дизайнерское решение так цветовая палитра опять же широкой по каталогу на ваш выбор можете также сами шить мы не настаиваем на наших шторах с одной стороны они закреплены с помощью карниза с липучкой и плотно прилегают как называемой стене а поверху на карнизе который позволяет шторе перемещаться вот таким образом мы закрываем одну часть шторы закрываем вторую половину наших штор они несмотря на высоту ездит довольно легко ну как мы видим днем при закрытых шторах блэкаут мы тоже получаем внутри купола темноту камерности это очень важно например если у вас маленькие дети надо уложить спать ну а так также летом они отсекают я уже ранее говорила прямые солнечные лучи ну и спальные зоны мы также по часовой стрелке по кругу перемещаемся в зону гардеробной здесь есть такой небольшой комодик опять же чисто дизайнерское решение в данном гостевом доме проведем вай-фай видим роутер уже сам модуль строен шкаф для одежды так как основная инженерная часть прятана в стенах сам модуля то здесь мы видим что спрятан электрический щиток и реле управления теплым полом так гостевой дом открылся недавно то здесь еще не предусмотрен кондиционер но к весне он будет установлен вот верхней части шкафа и также все необходимые трубки будут спрятаны стенах сам модуля и уже через полу подведены уличному блоку кондиционеров ну и как мы с вами говорили ранее здесь на сан модули есть дополнительное спальное место нами за ними которому в данном исполнении идет вот такая лестница мы в данном варианте можно не сильно проблематично забраться наверх и с комфортом разместиться на втором уровне и почувствовать себя как в детстве когда мы все мечтали о шалаше и спать высоко на земле здесь предусмотрены специальные ручки крепления чтобы было удобно забираться ну и конечно же дети очень любят спать на таком втором этаже если вы хотите себе сферический загородный дом то обращайтесь в нашу компанию зска сфера и мы реализуем ваш проект у нас огромный опыт за пять лет мы поделимся с вами бесплатными чертежами на пол реализованными проектами вы выберете тот вариант который вам нравится и в том числе мы постараемся учесть все ваши индивидуальные пожелания если перед покупкой вы хотите пожить и ощутить на себе такой купольный модуль то приезжайте в глэмпинг в азуза лав это около 200 километров от москвы и ощутите на себе насколько это необычное и комфортное пространство заходите на наш сайт оставляйте заявки либо пишите на наш номер ватсапе будем рады сотрудничеству